всем привет это мистер x давненько меня не было видно многие меня потеряли вот решил появиться рассказать чудо как сейчас у меня появилось намного больше времени я прикупил авиасимулятор dks p51 mustang сейчас демонстрирую процедуру запуска двигателя кабина здесь полностью кликабельная все можно нажимает дергать передвигать то есть полноценный тренажер можно сказать в общем всем кому интересно такая кабельная кабина то есть всякие нажимать все подготовка там к старт вам все такое думаю очень понравится что работа но очень достоверно реалистично вы можете полностью изучить самолетом потратить на этом месяце 2 3 дома более чтобы полностью освоить лично для меня и вот кабельная кабина как бы стоит но не на первом месте конечно интересно только по нажимая дать интересно то есть красиво так раз нажал там что-то включилась зажужжало там прикольно но так вот сидеть вот ждать когда 40 градусов температура подвинется постоянно взлетом прогреваешь стоишь как бы это вот представьте в проекте да вы то есть там там войнушка идет вы стоите завелись на все эти греетесь летает какую-то алёша вы три-четыре минуты грелись и прилетает какой-то алёша и вас расстреливает все и вы опять по новой как бы это мне кажется как-то это не очень будь то есть конечно лучше просто быстрее завелся и быстрее взлетел давай сразу короче понеслась массовка примерно вот так вот я считаю но это и чисто мое мнение может быть тот думаю по-другому в этой игре я провел примерно где-то уже четыре часа то есть мне очень такая понравилась да то есть физика там динамика полета здесь конечно на высоте разбитую изобретанию вообще не сравнится сразу могу сказать что первый взлет был неудачный я разбился в общем это конечно из-за того что я много чего не знал второй взлет конечно прошел успешно я взлетел без проблем вот тут есть всякие нюансы при взлете которые надо выполнять но это как бы даже очень даже получается интересно то есть если не знаю что давай до свидания говорится в полете здесь конечно надо следить за температурой вот такая проблемка с охлаждением то есть это вот типика этих самолетов мустангет на спидфайр и то есть если скорости а маленькие то обдува нету и температура повышается особенно когда работаешь на вертикали да то есть скорости а маленькие двигатель работает на больших оборотах обдува нету то есть получается что двигатель перегревается надо внимательно за этим следить дела потому что можно перегреть и двигатель просто поймает клина нет остановится пока что в игре один самолет второй мировой войны это мустанг есть конечно еще дора фокеус 190 до 9 это не летап но им занимается то есть он будет точно такой уж как этот мустанг вот кстати буквально вчера илья шевченко лютиер который все мы знаем был разработчиком и создателем то есть как бы заканчивал битву за британию разработку игры битвы за британию вчера на форуме сухого рассказал что скоро будет анонс новой игры нового а ее симулятора дкс то есть новый симулятор второй мировой войны это конечно очень такие интересные новости для меня прям да и для я думаю для всех все мы знаем что в 2014 году во втором квартале квартале будет релиз игры битвы за старинград аверсимулятор битвы за старинград вот который мы все очень ждем тут еще этот дкс будет 2 мировая но очень и очень я не знаю прям вообще я в шоке конечно появляется конкуренция на рынке хотя в симулятора конкуренция но я не знаю это что-то очень новенькая вот многие из вас спрашивают буду ли я летать war thunder ну я не знаю недавно буквально заходил взял самолет и 16 полетел да я полетаю посмотрю вот могу сказать что полгода назад когда я летал месяцев 5 до я точно понял что и 16-18 свалился то есть свою стопор и нормально более-менее но сейчас я полетел то есть даю ручку до пупа вообще даже никакого намека нету на штопор там вообще ничего не свалится вообще просто тени и стой вираже не знаю что-то мне сразу раз хотелось там летать как бы не знаю куда смотрят разработчики чего там хотят добиться этим но я хотел бы конечно полетать в мв мировая война в режиме только rb конечно хардкор я даже не знаю сделать ли сделают ли ее таком режиме возможно это будет аркада режим конечно я там даже и не появлюсь и когда сделают мв это знаю мне кажется что навряд ли сделают раньше чем выйдет битва за сталинград поэтому не знаю если выйдет битва за сталинград то war thunder уже никому не будет нужен вообще не все верпилы уйдут в битву за сталинград мне кажется сто процентов по крайней мере все кого я знаю да все мои знакомые верпилы они сразу уйдут никто не останется war thunder но пока я буду летать в дкс буду осваивать этот самолет как бы задел на будущее то есть физика динамика полета будет битвы за сталинград я думаю похоже поэтому надо как бы быть готовым к этому то что битве за британией есть там в лес там это конечно совсем не то вот мы тут иногда конечно дуэлим ся с моими знакомым верпилами и я буду иногда выкладывать наши дуэли сразу хочу сказать что дуэли здесь проходят совсем не так как старом например л-2 там битве за британию других там симуляторах здесь конечно не проходит намного дольше это одна дуэль длится чуть ли не 15-20 минут и часто заканчивается просто выходом из строя двигателя да вот так что если я буду выкладывать такие дуэли то сразу будьте готовы смотреть долго то есть минут 15-20 это будет только один бой ну конечно бывают там бои побыстрее но и сам дух там кто-то что-то ошибку совершил там может быть там быстро будет атак в основной массе то есть конечно быстро дуэль не проходит что еще хотел сказать спасибо всем кто заходит на мой канал смотрит мои видео спасибо за ваши комментарии я постоянно их читаю если что какие-то вопросы вы задаете пытаюсь сразу их отвечать если что-то кому-то будет непонятно и какие-то вопросы я в конце видео оставлю свой email так как сейчас найти меня надо быть проблематично в общем на форумах я мало появляюсь если что или пишите на ютюбе сообщениях или через этот email так вот приятно было сегодня с вами поболтать всем пока счастливо удачи до свидания всем